Девушки отдыхают Домики кругом Домики, домики, домики Мир огромный дом Домики, домики вокруг Доми, 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 домики Мир огромный дом Домики! Дадж, махал! Весна! Скворечники вернулись! Опа! Опа! Привет, Петя! Тренируешься? Ну да! К лету надо быть в форме! О, здорово, Гриша! Здорово, Василий! Да можно просто, Вася! Весна-то какая! Красота! Привет, Маша! Не смотри на меня! Почему? Что случилось? Я некрасивая! Ой! Ты чего? Маша думает, она некрасивая Да она самая красивая школа на свете! Ой! Не правда! Вот самый красивый домик на свете! Это дадж, махал! Он белый и светится! Я хочу быть такой! На тебе так идет розовый цвет! Нет, не идет! Перестаньте! Ты тоже красивая! И я это докажу! Зовет меня дорога И я по ней лечу Чудесу вижу много Шатеры колончу Я домик на колесах Всегда в дороге я С порога до порога Поехали, друзья! 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 Пути! Приключения впереди! Пипи! Ту-ту! Приключения на ходу! Друзья! Пути! Приключения впереди! Пипи! Ту-ту! Приключения на ходу! Индия! Агра! Здравствуй! Я Гриша, домик на колесах! А я Тадж-Махал! Намасте! Так мы приветствуем путников! Что привело тебя сюда, Гриша? Намасте! Одна моя знакомая Маша Считает, что розовый цвет ей не идет А вот белый Ой! Ну почему та сейчас не белый? Ты хотел узнать секрет моего цвета? Тогда слушай, путник! Весь секрет в мраморе, из которого я сделан Это особый полупрозрачный камень Он меняет свой цвет в разное время дня При ярком солнце я белый и сверкающий На заре розовый А в лунную ночь серебристый с переливами Это еще не все Знаешь ли ты, в каком стиле я построил? Ни за что не догадаешься Я такой красивый, потому что ни на кого не похож У меня в арабском стиле сделан купол На мне персидские узоры И объемные рисунки на стенах В индийском стиле А посмотри, какой у меня сад С фонтанами и бассейном Выходит, ты и белый, и розовый, и серебристый Правильно, Гриша Пусть я разного цвета и разных стилей Меня все равно любят Ведь главное оставаться самим собой Оставаться самим собой Вот что я скажу Маше Спасибо, Тадж-Махал До свидания Намасте Так мы и приветствуем путников И прощаемся с ними Привет, Гриша Намасте Так приветствую путников в Индии Я познакомился с Тадж-Махалом Ах, он красивый? Красивый А на рассвете он такого же цвета, как и ты Не может быть Точно Белый он только при ярком свете дня Тадж-Махал говорит Главное, не какой у тебя цвет А всегда оставаться самим собой Наверное, ты прав, Гриша Я же говорю, что ты самая красивая школа на свете Ой, ты построена Очень модно Конфет на открыточном стиле Ой, верно Спасибо, друзья По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Пурдж-Халифа Пурдж-Халифа Друзья, я собрал вас для того, чтобы продемонстрировать свое достижение Гриша, давай Здорово Как тебе это удалось? За такими культурами ухаживать нужно Что я только не делаю? Чучела все равно падает Как уже его закрепить? А я знаю, кто может поделиться таким опытом Кто? Есть небоскреб в Дубае Самый высокий домик в мире И ему не страшен никакой ветер Я помчал! Зовет меня дорога И я по ней лечу Чудес увижу много Шатеры колончу Я домик на колесах Всегда в дороге я С порога до порога Поехали, друзья! Друзья, пути Приключения впереди Пи-пи, ту-ту Приключения на ходу Друзья, пути Приключения впереди Пи-пи, ту-ту Приключения на ходу Объединенные Арабские Эмираты Дубай Здравствуйте! Добрый день! Ой Привет! Женя, нужна твоя помощь Здравствуйте! Мархаба! Здравствуй по-арабски Я Гриша, домик на колесах А мне кажется на крыльях А это мой друг, дирижабль Женя Мархаба! Мархаба, Женя Как вам удается устоять под таким ветром? У моего друга вот даже чучело от ветра падает А тут такая высота! Я самое высокое здание в мире На такой высоте очень сильный ветер, но он мне не страшен Во-первых, потому что я сделан из высокопрочного материала, бетона Он заливался по ночам и в раствор добавлялся лед, чтобы понизить температуру Во-вторых, по форме я похож на сталагмид, то есть на сосульку Благодаря этому я очень устойчивый Моя высота 828 метров Во мне 163 этажа Я не только не боюсь ветра, но и использую его силу У меня есть турбина, она преобразует ветер в электроэнергию А зеркальные панели защищают меня от солнца Ведь в Дубае бывает очень жарко Так что мне не страшен ни ветер, ни зной Вот это да! Все так хорошо продумано! С инженерной точностью Значит, Васе тоже надо все рассчитать с инженерной точностью Конечно! Вот, возьми мои чертежи Спасибо! Нам это очень поможет До свидания! Счастливого полета! Так-так Так это же мой зонтик! Хороший зон всегда найдет дорогу домой Вася! Я спасу твой арбуз! Вот схема! Мы все сделаем! Я тут подумал, а чего его беречь? Он такой огромный! В общем, мы решили его съесть Мы и вам оставили! Гули, 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 гули Хм, бетон со льдом? Ночью? Это нам пригодится! По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретит Приключения и друзья Храм неба! Как же скучно! Никакого настроения! А мне нормально! Смотрите, как я могу! Ой! Хорошо ему! А у меня в огороде ничего не растет! Солнца нет! Когда этот дождь кончится? Ха! А я знаю, как остановить дождь! Ух ты! И как? Проще простого! Нужно побить в бубен! И дождь прекратится! Я в одном мультике такое видел! Ха-ха! Совсем чердак промочил, Петя! Не будет небо тебя слушать! Ну, как хотите! Зря ты, Вася! Я в книжке читала про домик в Китае, который умеет разговаривать с небом! Не может быть! Этот домик так и называется! Храм неба! Придумал! Я попрошу, чтобы он остановил наш дождь! Я скоро! Домишки! Зовет меня дорога, и я по ней лечу! Чудес увижу много, шатеры колончу! Я домик на колесах, всегда в дороге я! С порога до порога, поехали! Друзья! Друзья, пути, приключения впереди! Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу! Друзья, пути, приключения впереди! Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу! Пекин, Китай! Вот ты какой! Храм неба! Нихао! Здравствуй по-китайски! Нихао! Я Гриша, домик на колесах! С чем ты пожаловал в Китай, маленький путешественник? Мои друзья устали от дождя! У вас урожай пропадает! О, для хорошего урожая всего нужно в меру! И дождя, и солнца! А правда, что ты умеешь разговаривать с небом? Конечно! Ведь я главный домик Великой Космической Четверки! Нас четыре храма, и все мы очень древние! Мои братья – храм Солнца, храм Луны и храм Земли! А я – храм Неба! Посмотри на меня внимательно! Видишь? В моей фигуре есть и круг, и квадрат! Это потому, что в Китае круг – знак Неба, а квадрат – Земли! Я вообще очень интересно устроен! У меня по девять ступенек на лестницах! Цифра девять в Китае считается счастливой! У меня и второе имя есть – храм Урожая! Я обращаюсь к Небу и прошу хорошего урожая для домиков-фермеров! Здорово! А ты можешь попросить урожая для Васи? А для нас солнышко! Могу, маленький путешественник! Но помни, что всего в природе должно быть поровну – и солнца, и дождя! Спасибо, храм Неба! Мои друзья будут очень рады! Нихао! Это «Здравствуй» по-китайски! Ты нашёл храм Неба? Нашёл! Он обещал нам помочь! Что-то незаметно, что дождь кончился! Как же так? Где же солнышко? Эх, что бы вы без меня делали? Дождик, дождик, прекратись! Тучи, тучи, разойдись! На чё стоите? Помогайте! Дождик, дождик, прекратись! Тучи, тучи, разойдись! Ура! Не может быть! Неужели Бубен и вправду работает? Или всё-таки храм Неба помог? Всё проще! Дождику надоело нас поливать, и он ушёл в другие края! А такое бывает! Всё в природе должно происходить в своё время! По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретит Приключения и друзья Домики! Пагодыш, видагон! Да что же это такое? Откуда это? Кто здесь? Попался! Вы что это вытворяете? Прекратите хулиганить! Вы мне мешаете! Почему мешаем? Яблоки собирать! Какие яблоки? Ого! А я лечу и думаю Что это так блестит? Да это они мне мешают Своими солнечными зайчиками Я тут пролетал мимо одного домика Ему солнечные зайчики не помеха Он даже сам их постоянно пускает Делится со всеми солнцем Здорово! Ну что, Вася, остаёшься? Ох, как-то грустно сразу стало Как же мы теперь? Гриша, поезжай к солнечному домику И привези нам солнце Не вопрос! Вы тут не унывайте! Я скоро! Зовёт меня дорога И я по ней лечу Чудес увижу много Шатёр и каланчу Я домик на колёсах Всегда в дороге я С порога до порога Поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди Пи-пи, ту-ту, приключения на саду Друзья, пути, приключения впереди Пи-пи, ту-ту, приключения на саду Ньянма, Янгон О, вот это действительно солнечный домик Маленький домик на колесах, Мингла-ба Это здравствуй на берманском языке Здравствуйте, я Гриша А почему у тебя глаза закрыты? Вы так ярко светите, я не могу смотреть Вот, солнечные очки Теперь можешь открыть глаза О, теперь хорошо А правда, что вы делитесь со всеми солнцем? Конечно, я пагода-швидогон Ловлю очень много солнечных лучей И делюсь ими с другими домиками А все потому, что я полностью покрыта золотом Мой шпиль украшен тысячами бриллиантов Алмазов, сапфиров, изумрудов и рубинов Моя высота 98 метров Когда я построилась, точно неизвестно Но свой нынешний облик я приобрела в пятнадцатом веке Я главный символ Мьянмы Меня видно за десятки километров с моря и с суши Вокруг меня много таких же золотых домиков, как я Только поменьше Все вместе мы отражаем солнечные лучи И радуем окружающих Эх, мне тоже очень нужно вернуть друзьям солнце Это проще простого Вот тебе искрящийся камушек Он ярко светится при любом освещении Даже в пасмурную погоду Вау, вот это да Он как маленькое солнышко Поеду друзей обрадую Спасибо Извините Не за что, Гриша До встречи До свидания Ого, солнце Наконец-то вернулось Это я его привез Ничего себе, ты слетал на небо Да нет Это камушек такой Он светится при любом освещении Мне его пагода шведогон подарила О, пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет Гриша По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Храм Лотоса Ура! Я снова с вами! Как же я рад вас видеть! Ну ты даешь, круто! А-а-а, что вы так смотрите? Грязевые ванны очень даже полезны Гриш! Это же не та грязь Да все равно полезна А откуда здесь эта лужа? Дождя же не было А это я ее сделал В каком смысле сделал? Всял и сделал Я хотел посадить лотосы Куда? В лужу? Да, я узнал, что они растут в мелких заболоченных заводях с мутной водой Мне Женя привез несколько семян Я бросил их в лужу Ну и как? Не проросли Ничего, Вася, ты не расстраивайся Мы что-нибудь придумаем Лотос – национальный цветок Индии Там наверняка знают, как его вырастить Так, держим курс на Индию Гриша, ты помыться забыл! Зовет меня дорога И я по ней лечу Чудес увижу много Шатеры колончу Я домик на колесах Всегда в дороге я С порога до порога Поехали, друзья! Друзья, пути Приключения впереди Пи-пи, ту-ту Приключения на ходу Друзья, пути Приключения впереди Пи-пи, ту-ту Приключения на ходу Индия Нью-Дели Ух ты! Как красиво! Ничего себе! Даже такой огромный цветок Смогли вырастить! Ой! Ты домик? Я, да! А ты чудище? Нет! Я тоже домик! Ой! Домик на колесах Меня зовут Гриша! Здравствуйте! Намасте! Так мы здороваемся в Индии На хинди Очень приятно! Никогда бы не подумал, что вы домик! Вы как цветок! Я храм лотоса И я очень популярен в Индии Я построился в форме Распускающегося прекрасного лотоса А все потому, что лотос Это древний священный цветок Символ возрождения И чистоты Ведь он рождается в мутной болотной воде Но остается чистым Мое строительство продолжалось восемь лет Я сложен из двадцати семи лепестков Покрытых белоснежным мрамором Меня окружают девять маленьких бассейнов Благодаря им у меня всегда приятная прохлада Ночью я становлюсь желтым Потому что зажигаются яркие огни Прямо как сейчас Да, очень красиво А раз уж вы лотос Вы случайно не знаете, как вырастить этот цветок? Конечно же знаю Вася посадил семена, но у него ничего не взошло Быстрее вырастет лотос из корня Вот, возьми Вот здорово! Теперь будут и у нас лотосы цвести Спасибо! До свидания, храм лотоса! Намасте! Так же мы и прощаемся на хинди Намасте! Вот, Вася, это тебе корень лотоса Из него очень быстро вырастет цветок Вот спасибо! А где моя лужа? А ты что, хотел искупаться? Да, была такая мусулька Гриша, ну ты же не грязнуля какой-то Вон, смотри, я для тебя бассейн сделал Давай, Гриша, давай, Гриша, давай Молодец! Сейчас вода станет мутной и грязной И я посажу туда лотосы По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Запретный город И оп! Ух ты! Это что? Смотри, как я еще могу! Опа! Вот это да! Вот такое, видели? Оп! И оп! Ну ты пейте виртуоз! Дай-ка я тоже опробую твой бумеранг Да, Вась, вот это бросок Дайте-ка мне тоже попробовать Зря стараетесь Я один такой крутой Вам никогда мои трюки не повторить Что это ты так важничаешь? Центр вселенной, что ли? А если и так? Вообще-то в моей энциклопедии написано Что в центре вселенной находится запретный город в Пекине Интересно, запретный город О себе такого же высокого мнения, как наш Петя Да и в центре вселенной я никогда не был Решено! Еду в Пекин! Зовет меня дорога И я по ней лечу Чудес увижу много Шатеры колончу Я домик на колесах Всегда в дороге я С дорога до порога Поехали, друзья! Друзья, пути Приключения впереди Пи-пи, ту-ту Приключения на ходу Друзья, пути Приключения впереди Пи-пи, ту-ту Приключения на ходу Китай, Пекин Здравствуйте, запретный город! Я Гриша, домик на колесах А правда, что тут центр вселенной? Нет, он точно не здесь, Гриша А в машиной энциклопедии написано, что вы специально построились в самом центре вселенной еще в пятнадцатом веке Вообще-то во времена средневековья Ученые-астрономы действительно думали, что полярная звезда является центром вселенной И я воздвигнут прямо под этой звездой Наверное, во времена средневековья вы чувствовали себя очень важным Я принимал законы, распоряжался богатствами всей страны, отдавал приказания другим домикам Моя площадь больше любого дворца в мире Строился я из самых дорогих по тому времени материалов Мои черепичные крыши выкрашены в желтый императорский цвет Ни один домик в Китае не имел права его использовать Раньше я чувствовал себя таким особенным, что запретил остальным домикам приближаться ко мне Тогда меня стали называть запретным городом Со временем я понял, что если быть таким важным, то можно остаться совсем одному Сейчас я с удовольствием принимаю домиков путешественников со всего мира Кажется, теперь я знаю, что рассказать Пете, чтобы он перестал зазнаваться Спасибо вам, запретный город! До свидания! Не за что, Гриша! До свидания! Что? Наш центр мира так и не образумился А запретный город мне рассказал, что однажды так же важничал и без друзей остался Да ладно вам, я же пошутил Хотите, я вас тоже научу бумеранг запускать? Конечно, хотим! Для начала надо плотно сжать бумеранг в кулаке Расслабить запястье, а затем подкрутить бумеранг И метнуть его навстречу легкому ветерку Главное кидать бумеранг на свободном пространстве Чтобы случайно не попасть в друга Ух ты! У меня получилось! Спасибо, Петя! Гриша! Смотри, Петя, усвоила я твои уроки А твой бумеранг так может? По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Гуанчжоу, Йоанн! Йо-хо! Хе-хе-хо-хо! Хе-хе-хе-хо! Уху! Хе-хе-хо! Ну вот! О, нет, змей, не улетай! Гриша, что случилось? Воздушный змей сорвался! Гриша, стой! Хм, в чем дело? Да что же это такое? О! С самого утра не везет! О-о-о-о-о! О-о-о-о! О! Ой! Безобразие! Оп! О-о-о! Хе! О-о-о-о! Ой! Простите, друзья! Я не виноват! Просто удача от меня отвернулась! В Китае живет домик монетка Гуанчжоу, Йоанн! Он всем-всем возвращает удачу! Вдруг он и тебе поможет! Ура! Я поехал! Фу! Зовет меня дорога, и я по ней лечу! Чудес увижу много, шатеры каланчу! Я домик на колесах, всегда в дороге я! С порога до порога! Поехали! Друзья! Друзья пути, приключения впереди! Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу! Друзья пути, приключения впереди! Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу! Китай! Гуанчжоу! Здравствуйте! Я Гриша, домик на колесах! Нихао, Гриша! Это здравствуй по-китайски! Я Гуанчжоу Йоанн, дом монета! Я вижу, ты чем-то расстроен! Что с тобой случилось? А правда, что ты возвращаешь домикам удачу? Правда! Вот здорово! А как ты это делаешь? Я особенная монетка, Гриша! Отверстие в центре меня означает энергию земли, а круглый край – энергию неба. Дарить монетке – древняя китайская традиция. Ее придумали три тысячи лет назад. Жизнь в ту пору была сложной, и домики дарили друг другу монетки, чтобы привлечь удачу и успех. В Китае в 18 веке монетки стали самым популярным подарком. Эта традиция существует и по сей день. А в 2013 году в форме такой монетки построился я. А можно и мне монетку, чтобы удачу вернуть? Конечно, Гриша, держи и друзьям подари. Только не забудь о трех правилах. Быть внимательным, быть аккуратным и не бояться трудностей. И тогда удача всегда будет с тобой. Теперь я никогда не потеряю удачу. Спасибо, Гуанчжоу Юань. До свидания! Сайдзи Эйн, Гриша! До свидания! Привет, Довишки! Ой! Ну как, поделились с тобой удачей? Ага, я и вам тоже привез. А чтобы ее больше не терять, надо помнить о трех правилах. Быть внимательным. И главное, не бояться трудностей. А дело-то не в монетке. Как не в монетке? Гуанчжоу Юань меня обманул? Нет, что ты! Дом монеты научил тебя важным правилам. А монетка как награда за твои старания. По дороге домик едет. Видит разные края. Впереди, конечно, встретят. Приключения и друзья. Шаид Гумбат. Ну и трава выросла после вчерашнего ливня. Только успевай пропалывать. Мяша, давай я тебе помогу. Спасибо, Гриша. Да подумаешь, сорняки, тоже мне проблему нашли. Но это же некрасиво. Дело вкуса. Но они же портят урожай. Так у меня и нет урожая. Петя, скоро вокруг тебя настоящий лес вырастет. Вот в Бангладеш однажды джунгли захватили целый город Баггерхат. Его потом не могли найти много лет. Да ладно тебе, сказочки. Пока вы не начали спорить, я сейчас поеду туда и все узнаю. И если найду. Зовет меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатеры каланчу. Я домик на колесах, всегда в дороге я. С порога до порога. Поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди. Биби, ту-ду, приключения на ходу. Друзья, пути, приключения впереди. Биби, ту-ду, приключения на ходу. Бангладеш, Баггерхат. Ух, как хорошо, что я вас нашел. Здравствуйте, я Гриша, домик на колесах. Рад познакомиться, Гриша. Меня зовут Шаид Гумбат. Какой у вас порядок? Не то, что у моего друга Пети. Мы живем в таком влажном и теплом климате, Гриша, где деревья растут очень быстро. Если за ними не следить, появятся непроходимые джунгли, и никто не сможет найти наш город. Неужели такое и правда может быть? К несчастью, может. Несколько веков дикие джунгли скрывали наш город от остального мира. Баггерхат очень древний. Он существует почти 600 лет. Здесь живут 360 разных домиков. Хотя я построился одним из самых первых, но очень хорошо сохранился. Все потому, что мои стены из камня. У меня 60 прочных колонн. Они формируют 7 рядов галерей. Каждая галерея перекрыта 11 куполами. А всего куполов у меня 81. Хорошо, что дорогу к нам в Баггерхат теперь найти несложно. Но чтобы снова не затеряться в джунглях, мы тщательно следим за растущими деревьями и парком вокруг. А вот я за растениями не уследил. Ой, что же делать? Помогите! Я же говорил, у нас все растет очень быстро. Ой, спасибо за помощь. Теперь я точно знаю, как важно следить за порядком. Поеду, расскажу Пете. До свидания, Шаид Гумбат. До свидания, Гриша. Ох, что там было? Еле колеса увез. Если бы не Шаид Гумбат, вокруг меня тоже бы джунгли выросли. Ой, а где Петя? А-а-а, и у нас тут джунгли. Да ничего не джунгли. Вечно ты преувеличиваешь, Вася. Петя, когда ты совсем зарастешь травой, мы будем тебе письма отправлять. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Пока тебя с воздуха видно будет. То есть до вечера. Трава очень быстро растет. Ну так уж и до вечера. Ого. А-а-а-а! Землетрясение! Ой, что это? Да успокойтесь. Что это там? От этого дождя не только трава так сильно выросла, но и тыква на моем огороде. Ну где там ваша тыква? Никогда такой большой не видела. Ну, сырники, сейчас я вас. Ого, какая. Молодец, Петя. Совсем другое дело. Ого. Да уж. Теперь придется Васе письма писать. Хе-хе-хе. Это точно. По дороге домик едет. Видит разные края. Впереди, конечно, встретят. Приключения и друзья. Дороги! Хан Шатыр. Привет, Женя! Всем привет. Вася, твоя бандероль. Получи и распишись. Подожди. Так ведь проверить надо. Конечно, конечно. Только, Вася, пожалуйста, поскорей. Женя, что случилось? Опаздываешь? Очень. Осталось всего две посылочки, но не успеваю доставить в срок. Отправления в разные концы. Одно в Англию, а второе в Казахстан. Казахстан? Так давай я тебе помогу. Давно мечтал там побывать. Вот здорово. Спасибо, Гриша. Адрес на коробке. Всем пока. Ничего не могу разобрать. Больно мелко написано. Дай-ка я посмотрю. Так, так. Так это же от юрты. От моей давней подруги. Адрес доставки Казахстан, Нур-Султан, Хан-Шатыр. Так Султану или Хану? Нур-Султан – это столица, самый большой и главный город Казахстана. А Хан-Шатыр – это самый большой и высокий шатёр. Самый большой и высокий шатёр – Хан. Самый большой и главный город – Султан. А я самый высокий в посёлке. Значит, я тут главный. Что? Ладно, мне пора. Нужно вовремя доставить посылку. Пока, домишки! Зовёт меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатёр и каланчу. Я домик на колёсах, всегда в дороге я. С порога до порога. Поехали, друзья! Друзья, пути, приключения впереди. Пипи, ту-ту, приключения на ходу. Друзья, пути, приключения впереди. Пипи, ту-ту, приключения на ходу. Казахстан. Нур-Султан. О! Честь, Жарык! Добрый вечер! Здравствуйте! Ух ты! Лучше чая я ещё не пробовал. Спасибо за угощение. Я Гриша, домик на колёсах. А я Хан Шатыр. Добро пожаловать. Вот ты такой высокий. Я же самый большой шатёр на планете. Поэтому меня внесли в книгу рекордов Гиннесса. Моя высота составляет 150 метров, а площадь больше 10 футбольных полей. В основе моей конструкции три мощные поддерживающие опоры и множество металлических тросов. Снаружи мой гигантский шатёр укрыт сверхпрочным материалом, который защищает меня от экстремальных погодных условий, пропускает солнечные лучи и накапливает энергию, как солнечные батареи. А в вечернее время мой купол превращается в волшебный калейдоскоп огней и световых эффектов. Вы очень гостеприимный, домик. Я же главный символ города. Я всегда рад гостям. Совсем забыл! Я вам привёз посылку от Юрты. Она всегда присылает мне подарочки из своих путешествий. А это тебе. Ух ты! Спасибо! Устрою друзьям чаепитие. До свидания, хан Шатыр! До свидания! Всем привет! Я познакомился с хан Шатыром и доставил ему посылку от Юрты. А что это Петя делает? Своим главным указом повелеваю. Возомнил тебя самым главным. Петя! Можь, друзья! Этот сундучок мне подарил хан Шатыр. Он очень гостеприимный и добрый домик. А то что ж, я теперь не буду главным. Петя, ты всегда был и есть и будешь у нас главным. Главным по спорту. А ну, повторяй за мной. Раз-два! 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 По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретит Приключения и друзья Домики! Патрон Кун Печенье было изобретено в Персии в седьмом веке. Ого! А сейчас какой? Двадцать первый Петя. Давно это было. Так, готово. Так, все, надоело. Где миксер? Вася! Не забудь добавить пару капель лимонного сока в глазурь. Ой, Гриша, извини. Дикий совсем. А я и не знал, что готовить печенье это так весело. А вот и разноцветные красители. Молодец, Женя! Теперь каждый сможет раскрасить свой домик. Гриша! Ой! Почему это у всех будут цветные домики, а у меня бесцветные? Не бесцветные, а белые. У моей глазури нет цвета, значит, бесцветные. А вот в Таиланде, например, стоит знаменитый храм Батрон Кхун. Он абсолютно белый. Ему, наверное, тоже краски не хватило. Не повезло домику быть бесцветным. Но я знаю, как ему помочь. Женя, за мной! Зовёт меня дорога, и я по ней лечу. Чудес увижу много, шатёр и колончу. Я домик на колёсах, всегда в дороге я. С порога до порога, поехали, друзья! Друзья! Пути. Приключения впереди. Бипи. Дту-ду. Приключения на ходу. Друзья! Пути. Приключения впереди. Би-би-би, ту-ду, приключения на году. Но чтобы быть по-настоящему ярким, вовсе не нужны краски. Как это? Глубоко вздохните, прикройте глаза, успокойтесь и освободите свои мысли. А теперь выдохните и взгляните на меня еще раз. Не может быть! Как вам это удается? Секрет в том, что я украшен мозаикой из стекла, которая преломляет свет. Мои белоснежные стены искрятся, отражая все оттенки утренней зари, полуденного солнца и вечернего заката. Я многоцветен, как никто иной, а в моем образе сочетаются элементы тайской архитектуры и современные решения. Мою треугольную крышу украшают скульптуры, символизирующие четыре стихии – землю, воздух, воду и огонь. Ко входу ведет сияющий мост перерождений. И, конечно же, у меня есть фонтан, в который можно бросить монетку, загадав желание. Оно обязательно исполнится. А вот вам на память открытки с моей фирменной печатью. Домечательно! Как красиво! Спасибо вам, Ватронгхун! Но нам пора возвращаться. До свидания! Лакон, до встречи, друзья! Ничего себе красотища! Так, где моя белая глазурь? Готово! Вуаля! Что же теперь делать? Что делать? Есть! Насладились красотой? Насладитесь и вкусом! По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Домики! Форт Лахор Эй, кто хочет поиграть в баскетбол? Давайте лучше в города А как это? Нужно по очереди называть города Каждый новый на последнюю букву предыдущего Чур я первый! Москва! Так, теперь я Эээ... Арзамас Это у нас, в России, в Нижегородской области С-с-с-с Сеул! Столица Кореи! Так, мне на Л Лахор Что еще за Лахор? Никогда не слышал про такой город Ты его не выдумала? Лахор – это древний город-крепость в Пакистане Он был настолько красив, что про него сложили поговорку Тот, кто не видел Лахора, тот не родился Так это что же получается? Я еще не родился Срочно нужно ехать в Лахор Пока, домишки! Счастливого пути, Гриша! Зовет меня дорога, и я по ней лечу Чудес увижу много, шатеры каланчу Я домик на колесах, всегда в дороге я С порога до порога Поехали, друзья! 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 Пути! Приключения впереди! Би-би-би, ту-ту Приключения на ходу! Друзья, пути, приключения впереди Би-би, ду-ду, приключения на ходу Я никогда раньше не слышал, поэтому оказался здесь Понимаю твой интерес, Гриша История Лохора насчитывает более тысячи лет! Вот это да! Больше тысячи лет! Некогда Лохор был могущественным и прекрасным городом Мои стены защищали его Вначале они были из глины, а потом уже из прочного обожженного кирпича и красного песчаника Мой форт раскинулся на огромной территории в 20 гектаров Внутри этих стен находятся 20 уникальных домиков с необычной восточной архитектурой Их строили из привозных экзотических материалов Белого мрамора и алепского стекла Украшали резьбой, лепниной, мозаичными узорами и самоцветами Как много интересного я узнал! Теперь точно можно сказать, что я родился! Ха! О чём ты, Гриша? Не пойму! Ну, как же! А старинная поговорка! Тот, кто не видел Лохора, тот не родился! Так уже давно не говорят! Я придумаю для вас новую поговорку! А! Вот! Кто увидит Лохор однажды, запомнит его навсегда! О! Спасибо! Хорошая поговорка! Да, ребята! Я тоже, Гриша, тебя не забуду! Мне уже пора домой! До свидания, форт Лохор! До свидания, Гриша! Привет, домишки! С возвращением, Гриша! Как прошло твое путешествие в Лохор? Форт Лохор необычайно большой и надёжный! А рядом с ним живут домики, вас не отвезти! Только ту старинную поговорку мало кто вспоминает! Поэтому я придумал новую! Кто увидит Лохор однажды, запомнит его навсегда! Да! Отлично придумано, Гриша! Ну что? Доиграем в города! Петя! Тебе на «Р»! Рррр! О! Рио-де-Жанейро! Омск! Калининград! Джайпур! Правда-правда, есть такой город в Индии! Ну вот, посмотрите в моей энциклопедии! Что, Гриша, может проверишь, существует ли этот Джайпур? В другой раз! А сейчас я за мечом! По дороге домик едет! Видит разные края! Впереди, конечно, встретят! Приключения и друзья! Домики! Чайный дом! Фу! Маша, что такое? Невкусно! Ну, конечно, будет невкусно! Ты же мяту не добавила! Правда? Гриша, передай Маше мяту! Мне все равно не нравится! Это потому, что надо добавить чабрец и листья смородины! Гриша! Какой ужас! Это невозможно пить! Конечно! Как же я могу пить! Я не мог забыть про лимон! Все! Хватит! Я это даже пробовать не хочу! Может, слишком много ингредиентов? Чего вы мучаетесь с этим чаем? Невкусно, потому что без конфет! Ах, как сладко! И никакого чая не надо! Гриша, а поезжай в Китай! Там все про чай знают! Нет! Так далеко ехать не надо! Есть чайный дом в Москве! Он тоже все знает! Ждите меня с рецептом! Зовет меня дорога! И я по ней лечу! Чудес увижу много! Шатеры каланчу! Я домик на колесах! Всегда в дороге я! С порога до порога! Поехали! Друзья! Друзья! Пути! Приключения впереди! Пипи! Ту-ту! Приключения на ходу! Друзья! Пути! Приключения впереди! Пипи! Ту-ту! Приключения на ходу! Россия! Москва! Здравствуйте! Я Гриша, домик на колесах! А я чайный дом! Как хорошо, что ты заехал! Я как раз собирался попробовать новый ароматный чай! Ой! Как хорошо пахнет! Прошу к столу! Я проведу для тебя чайную церемонию в лучших китайских традициях! Как здорово! А разве зеленый чай не горький? Нет! Что ты! Он очень вкусный и настолько нежный, что его нельзя заваривать кипятком! Только водой температурой не более 80 градусов! Теперь нужно немножко подождать! Так вот, почему у Маши ничего не получилось! Скажите, а откуда вы так много знаете о чае? Я же чайный дом! Я построился в 1893 году! И уже тогда все приходили ко мне, чтобы насладиться диковинным напитком! Сначала я был трехэтажным зданием в стиле позднего Ренессанса! А в 1895 преобразился и стал домиком в восточном стиле! Мой фасад изменился полностью! Появились скульптурные детали, керамическая плитка и цветная штукатура, кованые ворота, ограда крыши и балконов! А главным элементом стала двухъярусная башенка Пагода! С тех пор многие приходят, чтобы посмотреть на меня, а потом уже выпить чаю! Кстати, он уже готов! Как вкусно! Я должен обязательно напоить таким ароматным напитком своих друзей! Я теперь так много знаю! Конечно! А это передай своим друзьям! Обязательно! До свидания, чайный дом! До свидания, Гриша! Видите? Нужно сначала насыпать замарку, а уже потом наливать горячую воду! И, кстати, не надо добавлять много ингредиентов! Тебе, Маша, чай с лимоном! Тебе с молоком, а тебе, конечно, с мятой! Ах! Ах! Все равно невкусно! Ах! 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 Вот теперь объедение! По дороге домик едет, видит разные края, впереди, конечно, встретит приключения и друзья. Гори! Юрта! Раз, два, три, четыре, пять, буду я искать. Маша! Я тебя нашёл! Но почему меня первой? Эх, теперь Гришу ищи! Ха, попался Гриша! Ты за зонтиком! Молодец, Петя! А ты не подглядывал? Ха, а зачем? Мне Маша подсказала. Ах так, тогда другая игра. О, это я люблю! Давай в другую играть! В догонялки! Лови, Петя! Ой! Прекрати, Гриша! Ой! Видишь, Петя не умеет ездить! А я умею! Некрасиво хвастаться! Думаешь, ты единственный домик, который путешествует? Вот именно! А что, есть ещё? Естественно! Смотри, это Юрта, и она путешествует! Как? У неё даже колёс нет! Юрта живёт в степях Калмыкии! Сможешь её найти и всё разузнать? Гришка-торопышка! Ха! Запросто! До встречи, домишки! Зовёт меня дорога, и я по ней лечу! Чудес увижу много, шатёр и каланчу! Я домик на колёсах! Всегда в дороге я, с порога до порога! Поехали, друзья! Друзья, друзья, пути, приключения впереди! Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу! Друзья, пути, приключения впереди! Пи-пи, ту-ту, приключения на ходу! Россия, Калмыкия Где же в этой степи я найду Юрту? Мент! А? Что? Мент, здравствуй, по-калмыцки! Меня зовут Геляш! Я Юрта! Привет! А я Гриша-домик на колёсах! Как раз тебя ищу! Ты вовремя! Я собираюсь в путь! Как? У тебя ведь и колёс нет! Хе-хе-хе! Мне не нужны колёса! Я путешествую по-другому! Смотри, как я просто устроена! У меня внутри по-особенному расположенные палки! На них натягивают плотную ткань, ковёр или шкуру! Когда мне нужно отправиться в путешествие, палки вкладываются! Мягкие стены и крыша сворачиваются! Путешествую я очень далеко! Встретить меня можно и в жаркой Турции, и в холодной Якутии, потому что мне летом не жарко, а зимой не холодно! Мне очень много лет! Никто не знает, когда я появилась, даже я сама не помню! Так давно это было! А знаете, чем ещё юрты отличаются от других домиков? Расписными узорами! Да! Киргизскими, казахскими, монгольскими! Чем больше путешествует юрта, тем больше на ней узоров! Ты настоящая путешественница! Спасибо! А теперь мне пора в дорогу! До свидания, Гриша! Сян бятн! Сян бятн, геляш! Мэнт, Кобики, я вернулся! Что такое Мэнт? Здравствуй, по-калмыцки! Я познакомился с юртой! А я, между прочим, на тебя обиделся! Ах, извини, Петя, я был неправ! Пусть ты не умеешь ездить, зато ты настоящий друг! Так хорошо, что все помирились! Давайте играть! Конечно, а в прятки я вас всех нашел! А теперь давайте в города, а? Так, а меня кто-нибудь найдет уже? Я устал прятаться! По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Домики! Башня в Сюнбике Ох! Петя, Петя, держись! Привет! Ой, а что случилось? Ох! Ой! Салют, Гриша! Я уронил свой мячик! Ты его там не видишь? Ага, Модзу! Здорово! Держи! Ох! Наконец-то! А то не Петя, а падающая башня! Чего? Таких не бывает! Хм! Ох! 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 Склоне холма И вижу великую русскую реку Волгу Выходит, если бы ты стояла Прямо, то не стала бы такой Знаменитой Верно, иногда хорошо быть Не таким, как все Я все понял Рад был познакомиться, башня Сюмбике Саубу До свидания Саубу, Сюмбике И сам мы, друзья Чего? Это по-татарски Здравствуй, башня Сюмбике Меня научила Ты ей помог? А помощи не нужна была Она просто такая, наклоненная И хорошо Потому что, если бы она была как все Мы бы про нее ничего не знали Вот, тогда я тоже буду Наклоненным Чтобы обо мне все знали Не надо, Фетя Ты у нас и так Достопримечательность района Это точно По дороге домик едет Видит разные края Впереди, конечно, встретят Приключения и друзья Потому что приключения Восхитительнее печенья Только не переключайся Вместе с нами переключайся Много домиков вокруг Оставайся с нами, друг